Привет, ребята! Это Мэтт Корр и курс Conjolpaint.com. В этом эпизоде мы поговорим о трех вещах. Передний план, средний план и задний план. Суть наших занятий в том, чтобы взять из фильма ряд стоп-кадров и исследовать их. Однако из важных вещей, которые нам стоит узнать, это то, как структурировать визуальный ряд. Итак, у меня есть стоп-кадр, и мне нужно понять, что такое передний план, что такое средний план и что такое задний план. Забудьте обо всем остальном. Вот с чем мы работаем в этот раз. Это довольно просто. Конечно, я так меньше понимаю фильм, я не вижу актеров и декорации. Но с точки зрения структуры, так у нас получается более простое и понятное изображение. Если отбросить специфические особенности сцены, то у нас получается довольно универсальная схема. Если, к примеру, взглянуть на эти два изображения, то по своей сути они похожи. Давайте посмотрим. Но если посмотреть на оригиналы этих изображений, окажется, что это совсем разные фильмы. Один это фильм для детей, а другой для взрослых. В них разное освещение, разные персонажи, в одном из них экшн-сцена и так далее. Суть в том, что вы можете взять изображение из фильма, которое по своей природе фотографично, затем отбросить все детали, оставив только передний, средний и задний план, то в итоге вы получаете практически готовую формулу. Вы можете наполнить эту схему своими собственными героями, освещением, декорациями и так далее. И в итоге вы получите что-то абсолютно непохожее. Помните, что вы учитесь. И вы учитесь у профессионалов, которые занимаются визуальными искусствами, куда дольше, чем вы. Кинематографисты, операторы, эти люди отвечают за подготовку к съемкам. Во время работы они обращают внимание на множество различных моментов. И один из них это передний, средний и задний план. Но если вы только начинаете вникать в эту область, то крайне полезно на первых порах отбрасывать лишнюю информацию и сосредоточиться во время работы лишь на каком-то одном элементе. Итак, почему же так важен задний, средний и передний планы? Прежде всего потому, что они придают сцене глубину. И как я говорил в курсе о принципах дизайна, очень важно дать аудитории почувствовать масштаб. И один из самых эффективных способов сделать это наложение объектов друг на друга. Допустим, на переднем плане у вас небольшие объекты. Они накладываются на большие объекты на среднем плане. Так зритель получает ощущение масштаба и может представить, насколько один объект больше другого. Как правило, задний план служит нам для того, чтобы показать, где находятся персонажи. На нем обычно расположены элементы декораций. Иногда на переднем плане важные для сюжета элемента крупные детальные объекты, которые придают сцене дополнительный смысл. Но ни одно из этих правил не является непреложным. Например, у вас может быть один лишь средний план, персонаж, позади которого лишь серое облако. И это тоже нормально. Но, как правило, зритель сможет извлечь из сцены максимум информации и почувствовать ее глубину, в том случае, если на сцене есть все три элемента. Передний, средний и задний планы. Итак, почему же так важно изучать эти планы? Ну, потому что когда-нибудь вы сами будете создавать иллюстрации или даже снимать фильмы. И вам нужно будет подготовить миниатюры или раскадровку. И если вы научитесь правильно структурировать разнообразие форм и очертаний во время наших занятий, то сами сможете создавать информативные и интересные раскадровки. И в конечном итоге вы достигнете уровня, когда перестанете думать. Вот мне нужен передний, средний и задний планы. И начнете создавать композиции по наитию. Это лучший способ освоить эти навыки, изучать каждый аспект композиции по отдельности. И вот когда эти навыки уже будут у вас доведены до автоматизма, вы сможете без труда объединить их между собой. Поэтому сейчас возьмите свои стоп-кадры и сделайте простые грубные напроски планов Photoshop. Не нужно беспокоиться, что контуры выглядят некрасиво. Цель в том, чтобы усвоить понятие планов во время создания контуров. И если будет нужно, использовать эти наброски как основу для работы. Спасибо за внимание. Желаю вам удачи в работе с планами.